сегодня у нас будет более 15 уроков мы посмотрим всевозможные использования прилипаний когда мы их применяем в фусейке в середине игры для атаки для защиты когда пословицы не работают когда работают тема очень сложная очень интересная но та тема которая дает вам реальный рост уровня игры это не просто для развлечения давайте начнем с того когда не нужно играть прилипания я покажу вам примеры из самых стандартных позиций то есть я вообще старался все примеры выбирать не какие-то специально выдуманные до которые никогда в партиях не встретиться а то что реально чуть ли не в каждой игре встречается перед вами игра на шести камнях форы профессионал корейский против корейского любителя с абсолютно стандартная картина и мы видим что белые сыграли вторжение понимаю что это форовая партия белые конечно могли бы играть мирно могли просто защититься но тогда бы это было слишком скучно неинтересно поэтому форовых партиях белые часто предпринимают попытку позицию обострить и сначала показываю что было в партии на тему не играйте так никогда у нас есть пословица которая в данном случае работает это пословица не прилипай к слабому камню в партии черные прилипли сверху с целью отдать белым пануки и удержать свою территорию на стороне что белый с любой стороны могут играть ханэ это без разницы вот и покажу форму которая в партии возникла белые пробили черные соединить очень популярная форма очень часто играют вот так казалось бы черные взяли много территории территория по четвертой линии обычно мы этим можем быть довольны но здесь у белых очень мощная форма у белых сента и поэтому я вам рекомендовал вот эту схему за черных использовать только в крайних случаях если увидите что ваша группа умирает если по-другому ну никак я не спасти с этой же формой еще одна распространенная ошибка это когда мы прилипаем к камню снизу мы прилипли опять здесь работает пословица не прилипая к слабому камню и дальше белые выбирают ханэ с любой стороны можно играть ханэ с этой стороны можно играть ханэ с этой стороны и во всех вариантах чтобы здесь черные не делали за черных здесь получается плохо давайте подумаем почему если черные защищаются белые защищаются что произошло белые укрепились и мы видим что черный камень ослаб он стоит слишком близко к белой крепкой группе и очень часто в этой форме можно увидеть какой расклад черные режут белые дают отаре и черные отдавая белым пануки уже не сверху не на центр а на сторону черные соединяются поверх черные дают отаре белые пробивают черные защищаются и белые там прыжком через один или может быть прыжком через два строят базу и это за черных тоже на самом деле очень неприятный результат очки отданы белая группа поле полностью стабильная а стенка еще не факт что черным пригодится поэтому здесь пословица не прилипая к слабому камню работает абсолютно грамотно так дальше наверное забыл сказать что вообще мы сейчас прилипали камни соперника давайте еще поговорим про то почему не надо ли при прилипать к своему собственному камню вот есть у нас камень пусть камень в точке хаси белые сыграли как ари и может быть вы встречали раньше в партиях профессионалов довольно часто встречался вот такой это фактически тоже прилипание к своему собственному камню и если подобные примеры прогонять через программу через программу катаго через лила зиру программа такие ходы критикуют считают что здесь за черных сразу же падает процент почему камни то есть это фактически та же самая форма что пустой треугольник камни ставят слишком близко но что интересно про пустой треугольник пишут во всех книжках что форма плохая а про такую форму книжки умалчат но форма тоже неэффективная поэтому старайтесь по возможности камни вплотную свои собственные не располагать пусть будет там и кентоби или может быть и кентоби в другую сторону да но чтобы какая-то была между ними дистанция покажу вам следующий пример когда не нужно играть прилипание к слабому камню потому что камень слабый в процессе усиливается это пример из реальной партии в этот раз любителей любительская партия белые сыграли вот такое вторжение очень часто встречается эта форма и в этой форме существуют свои стандартные ошибки связаны с прилипанием к слабому камню что было в партии в партии черные прилипли к нему сверху это то что мы часто видим под названием цуки ноби джасеки на каменьх оси это обычно происходит белое укрепляются могут распространиться сразу могут предварительно как партии сделать обмен и только потом распространиться что мы видим что произошло у белых был слабый камень у черных была стенка белая группа укрепилась а стенка черных работать перестала за черных что произошло мы только помогли сопернику белый наш должны нам быть за это благодарны в этой же форме покажу еще один неудачный ответ тоже очень часто можно встретить партиях это когда черные делают прилипание 1 потом точно такое же делают прилипание 2 с другой стороны и потом думают что у них здесь все хорошо что такой жирненький угол 20 очков моя территория и потом расстраиваются когда соперник играет внутрь вторжение как же так мы строили строле соперник либо таким ходом либо таким ходом играет вторжение и потом очень часто тут не только не просто территория пропадает там еще регулярно формах партиях черных потом съедают. Поэтому, что же здесь рекомендуется делать? Значит, если мы сделали обмен, прилипли к этому камню, то дальше рекомендуется хотя бы дальше к следующему камню белых не прилипать и выбрать что-то связанное с просто с аккуратной защитой угла, пусть будет в ГОТА, но так, чтобы внутри не оставалось плохих адзи. Ну, например, это вполне достойный за черных адметов, которые гарантируют черную безопасность в углу. Если сыграть чуть более жадно, это тоже вполне нормально. Тут чуть-чуть есть адзи самую малость, но даже здесь после вторжения белых у черных существует способ все удержать. Эта форма не рассыпается. Это тоже крепкая форма. В партиях можно встретить такой ответ, и про это мы уже говорили, камни сыграны вплотную, то есть это прилипание к своему собственному камню, форма уже не такая эффективная, и здесь можно нарваться на какое-то вторжение даже с идеей пусть белые погибнут, но если белые заставят эту группу внутри доесть и смогут черных полностью сблокировать снаружи, то это вторжение будет в пользу белых. Поэтому такую защиту я вам не рекомендую. Я бы сказал так, самое плохое это Касуми, прилипание к камню белых на втором месте. Такой ход. Ну, а из хороших и кентоби, и кейма по второй линии. Если мы хотим играть активно, то слабый камень можем просто атаковать, даже с обменом или без обмена, просто атаковать его либо таким образом, либо таким образом. В формовых партиях еще иногда в книжках встречается такая рекомендация, но это такой чисто японский ход, хорошая форма, но эффективности мало за черных. Поэтому здесь, если у нас есть стенка, если есть слабый камень, то хотелось бы конечно в идеале гнать эту группу на стенку, но если не получается, то хотя бы выбить базу и не помогать белым здесь получать стабильную форму. Так что здесь, если на пустой доске, на пустой доске, к этому камню в наше время, наверное замечали, довольно модно теперь прилипать и удлиняться. Но если мы хотели изначально белые камни атаковать, то прилипая сверху, мы только его укрепляем. То есть объект для атаки сразу же у нас пропадает. Смотрим следующий пример. Это уже будет партия профессионалов. Значит, в нашей сегодняшней подборке примеров в основном будут именно такие примеры. Профессиональные партии, реальные турниры, что-то сыгранное в моих собственных турнирах. Здесь белыми играл японский профессионал корейского происхождения Ким Йон Мин. И белые решили, что как-то хочется белым играть активно и атаковать черный камень. Чаще всего просто вторжение в Сан Сан, а в партии белые решили, что надо как-то жестко черных проатаковать, сыграв при этом вот такое прилипание. Как вы думаете, хорошее это прилипание или нет? Обратите внимание, что у черных форма была довольно крепкая, но в принципе там еще оставались какие-то вторжения. Может быть не на пустой доске, но если бы белые где-то в центре получили камни, вполне можно было и в эту точку, и может быть и в эту точку играть вторжения. А в партии белые, сыграв прилипание сверху, укрепили черных. И такие прилипания рекомендуют сыграть только в особых позициях, где вы точно уверены, что у вас есть объект для атаки, что вы точно сможете компенсировать потерянную территорию. Поэтому здесь это можно считать, что неудачный пример со стороны белых. Почему? Камень черных под атаку еще не попал, но при этом мы потери по очкам уже понесли. И дальше белые попробовали максимально активно. То есть тут уже вторжение в Сан Сан неинтересно. Белые попробовали максимально активно черный камень проатаковать, накрыли его сверху, но это тот случай, когда черная группа особо не атакуется. Черные просто распространились. Белые. Еще потеряли очки. Еще укрепили черных. И покажу еще несколько ходов, как здесь протекала атака. Белые эту группу заблокировали, а черные в ответ построили здесь базу. То есть могут ли белые быть довольны таким результатом? То есть что произошло? Мы отдали черным всю территорию слева, мы отдали черным территорию справа. Группа черных без проблем выжила. Ну и спрашивают, зачем же белым нужна эта стенка? То есть это пример неудачной атаки. Мы ее провели без каких-либо приобретений с точки зрения территории. Стенка не факт, что у белых сработает. Вот поэтому рекомендуется играть такие прилипания, все-таки разделяя их на полезные прилипания и то, что называем ходы спасибо. Ходы спасибо или по-японски адзикеши. То есть ходы, которые нам ничего особо не дают, а соперник нам за эти ходы должен быть благодарен. Еще одно неудачное прилипание. Партия профессионалов. Исида Кира играл здесь черными и белыми играл малоизвестный японский профессионал Игучи Тойохидо. Седьмой профессиональный дан. Видим довольно стандартную форму наверху, в которой черные сыграли вот такой ход. Такие ходы можно часто видеть в партиях начинающих игроков. Обычно белые соединяются снизу и что происходит очень часто. То есть белые соединяются, белые довольны. Очень часто черные либо играют здесь и отдают белым всю территорию. И белых это результат естественно устраивает. Либо еще одна неправильная форма, которая возникает в партиях начинающих. Черные пытаются эту форму порезать и она естественно не режется. Форма не режется. Мы просто укрепили белых и ничего взамен не получили. Поэтому очень многие действительно в ответ на такой ход черных играют прилипание снизу в надежде, что черные нам просто собираются на блюдечке отдавать территорию. Вот. Но здесь не все так просто. Здесь ход черных таит в себе скрытую угрозу. У черных есть красивые шиты сузи, при помощи которого черные могут эту форму разорвать. Начинаем с прилипания. Играем. Прилипание сюда. Здесь очень важный порядок. Прилипли. Белые блокируют. Дальше. Начинаем резать. Белые если режут. Даем отаре. И что делать с белым? В партии белые не стали удлиняться, не стали спасать свой камень. Белые дали отаре сверху. В результате черные пробили и смогли выжить полностью, уничтожив белую территорию на стороне. То есть у белых осталась плотность, может даже и не совсем плотность, что-то похожее на слабую группу, которая целиком может попасть под атаку. Что было бы, если бы белые не отдавали бы камень и удлинились бы? Если белые удлиняются. Казалось бы, форма не рвется, но это только так кажется. Если черные просто соединились, белые соединились. Проблем никаких. Если черные удлинились, белые порезали. Проблем никаких. Но какая есть красивейшая комбинация? Зовем отаре. Белые удлиняются. Играем в клинивание. На отаре. Играем в соединение. И казалось бы, у белых есть способ здесь эту форму укрепить, ничего не отдать. Но на самом деле форма белых очень тонкая. И можете сами попробовать посмотреть, если у белых защита. Рассмотреть можно такой ответ. Такой ответ. Но сразу забегая вперед, скажу, что за белых не существует хода, который поможет бы белым здесь всю эту территорию сохранить. Давайте проверим. Предположим, белые сыграли сюда. Забрали камень в лесенку. Дальше черные могут дать отаре. И если белые забирают камень в лесенку, то дальше в ответ на отаре белые уже не могут заищаться из-за того, что последует отаре со соединением всей группы. Если белые удлиняются, черные удлиняются, и приходится отдавать эти два камня за белых, это катастрофа. В чем же была ошибка белых? И почему результат, который возник в партии, а в партии, напомню, черные выжили, получая паннуки, почему он не может считаться хорошим за белых? Значит, белые потеряли всю территорию в надежде, что черные не будут здесь искать какие-то комбинации, в надежде, что черные просто ограничатся уменьшением сверху. Здесь произошло нарушение пословицы «не прилипая к слабому камню». То есть это у нас наверху была зона белых. Мы видим, что соперник сыграл в нее вторжение. Довольно такое необычное вторжение, потому что обычно в данную форму вторгаются на пункт ниже. Либо на пункт ниже, либо играют прилипая. А в ответ на этот ход задача белых не пытаться сохранить территорию, а самое грамотное это получить объект для атаки и атаковать черных издалека. Не прилипать к слабому камню вплотную. Поэтому можем, ну например, сделать обмен, можем без него, просто сыграть и кентобе. И если черные бегут, мы можем продолжать атаку на черную группу. То есть мы, конечно, территорию потеряли, но зато мы получили объект для атаки. Продолжение следует...